Посёлок имени Володарского. Эти дома построены в 30-е годы прошлого столетия. Даже невооружённым взглядом видно высокую степень их износа. Красноречивое подтверждение – облезлые стены, старые подгнившие рамы на окнах, всюду трещины и облупившаяся штукатурка. Дома изнутри ещё более непрезентабельны. Виктор Двизов прожил в таких условиях долгие десятилетия. Туда опасно заходить, там уже всё. Не надо. В современных реалиях это звучит дико, поэтому Виктор, а он участник второй чеченской компании, мечтал о новом жилье. Жители ветхих домов не раз обращались в местную администрацию. Просьба была одна – все хотели жить в комфортных условиях. Учитывая поток коллективных обращений, была разработана программа развития застроенных территорий центральной и южной части посёлка Владарского. Её реализацией занялась известная в Ленинском районе организация группа компаний «Ремикс». Достаточно большое количество людей, у нас 50 квартир предоставлено. Общий фонд расселяемых домов – порядка 100 квартир. То есть в будущих домах, которые будут строиться, также выделяется определённая доля квартир, которые мы расселяем. Я ещё раз хочу подчеркнуть ценность данного переселения – то, что мы не привлекаем и не отвлекаем из бюджетов никаких уровней денежные средства. И тем самым улучшаем жилищные условия наших жителей. Одним из них и стал Виктор Викторович Двизов. По счастливому совпадению дат, именно 23 января, только через 34 года, вместе со своей мамой он получил ключи от новой трёхкомнатной квартиры. Её метраж в три раза превышает площадь старой. Сначала, конечно, было не по себе. Места много. Мы с мамой, мама говорит, футбол будем играть. Ну, потом привыкли, конечно, уже всё, обустроились. Сейчас уже как родная стала. Квартиры предоставляются с отделкой как владельцам муниципального жилья, так и для собственников. Жители ещё не расселённых домов с любопытством приходят посмотреть на новые квартиры своих бывших соседей. Меня приглашали в трёхкомнатную квартиру. Я настолько была поражена, поражена такому метражу. Кухня большая, вот, я была у Швяковых. Вот, два санузла, большая кладовка и коридор. Ну, остаётся мечтать, поскольку мой коридор два метра. Проект застройки территории микрорайона предусматривает не только многоэтажки. Строители заранее заботятся об инфраструктуре. Есть сетевые магазины, школы, недавно открыли детский садик. В перспективе будут выделены площади под опорный пункт милиции и под офисы врачей общей практики. Застройщик, который выиграл соответствующий конкурс, берёт на себя обязательство создать не только новые жилищные условия в виде квадратных метров, куда переезжают у нас жители из Ветхого жилого фонда, но и создаёт социальную инфраструктуру. Вкладывает в развитие детских садов, школ, соответственно. Впрочем, с реализацией программы к лучшему меняется жизнь не только у людей, обретающих новое жильё, но и у всего посёлка. Его облик преображается, становится красивым и современным. Елена Бабина, Юлия Зотова, Евгений Садовский.